У нас была очень продуктивная работа в группе номер 2 «Комфорт и доступность нового жилья. Жизнь без ограничений». По итогам нашей работы, значит, наши предложения. Во-первых, конечно, необходимо встречаться с Московым архитектурой и обозначить ряд моментов с ними, вот обсудить. В новых домах желательно принцип универсального дизайна, то есть сразу внести полную доступность. Объясняю, почему. Потому что мы переселили семью, все хорошо, через неделю человек стал инвалидом. Ну, разные ситуации бывают, мы не можем этого. То есть чтобы мы сразу не думали об адаптации или переселении, чтобы семья встала на учет и на очередь, на новую. Сразу оборудование придомовых территорий тоже, чтобы было все доступно, универсальный дизайн. Это касается как для людей с инвалидностью, для молодых мам и пап с детскими колясками, для людей взрослого возраста. Тоже надо обсудить плотность застройки. При учете дорожной карты сохранить обязательно непрерывное лекарство на обеспечение льготных категорий граждан. То есть когда переходят из одной поликлиники в другую, чтобы вот этого момента паузы в обеспечении не было. И при использовании нежилых помещений социально ориентированные некоммерческие организации должны получать преимущество при получении их. Контроль за доступностью, за исполнением принципов доступной среды, это возложить на некоммерческие организации и в первую очередь на нашу городскую инспекцию по контролю за доступной средой. Это тоже очень важный момент, чтобы не только государство делало, но также общественники все контролировали. Мы предлагаем включить, так сказать, вот как в решение следующие вопросы. Первое, мы отметили то, что в настоящий момент пожилые люди находятся в информационном вакууме, отсюда порождение слухов, страхов и прочих вещей. Поэтому важнейшая на первом месте, вот предварительная работа, это должна быть информационная, причем она должна быть многовекторная. Это восстановить выпуск районных газет, это СМИ, это центральные средства массовой информации, стенды в поликлиниках, в социальных службах, это вплоть до разработки правительством социального навигатора до и после. Мы поняли о том, что какому-то одному органу исполнительной власти, в частности в социальной службе или здравоохранению, или еще кому-то, это дело не потянуть. И поэтому предлагаем создать территориальные межведомственные комиссии для комплексного решения вопросов, причем в эти территориальные межведомственные комиссии, включить как социальные службы, здравоохранение, ну все-все-все, включая в обязательном порядке, это представители домовых инициативных групп и представители общественных ветеранских организаций. На сегодняшний момент столкнулись с тем, что часть вопросов сегодня, ну не совсем в нормативных правовых актах, в исполнительных органов власти, не совсем соответствует тем задачам, которые перед нами стоят. И поэтому необходимо внести изменения в локальные нормативные правовые акты, потому что мы говорили, допустим, по социальной службе, там сбор вещей у пожилых людей, там для транспортировки и прочее, то есть такого вида услуг как бы нет. То есть вот это дело расширить, и чтобы это соответствовать тем вопросам, которые необходимы. Вкратце мы сформулировали по каждому из пунктов пять предложений. Значит, они все пересекаются, похоже, с теми, которые были сделаны в других площадках, и это первое. Провести входящий мониторинг, то есть определить те вопросы и разработать анкету, которая нужна для того, чтобы эти входящие потребности многодетных семей, семей с детьми, с инвалидами отразить в полной мере. И определить, кто будет ответственен за проведение этого мониторинга. Это большая работа. Второе. Усилить информационную поддержку. Это уже сейчас говорили, мы совершенно согласны, потому что не хватает информации полной. Третий пункт, на мой взгляд, очень важный. Внести в ИППСУ пункты о помощи в связи с реализацией программы реновации. Там есть большой спектр вопросов, которые можно было бы с помощью ИППСУ разрешать. Дальше. Предусмотреть автоматический перенос льгот, номеров телефонов, тревожных кнопок и всего оборудования доступной среды в новые дома. И пятый пункт – это создание межведомственной рабочей группы, в которые войдут как представители НКО, так и представители всех департаментов и профильных ведомств города на разных уровнях. То есть как наверху, так и, в общем, на уровне районов. Нам нужно четко сформулировать заказ к волонтерским организациям, что они должны конкретно делать, для того, чтобы сформулировать на открытой площадке по подбору волонтеров конкретные задачи для этих волонтеров. То есть мы предлагаем создать открытую площадку по формату FIFA или под Олимпийские игры, для того чтобы сформировать волонтерский центр и уже обучать волонтеров под те задачи, которые требуется нам решать в рамках программы «Реновация». Второй блок – это обучение. Обучение должно быть межведомственным. Здесь не только основа волонтерской деятельности, здесь основа психологической помощи, основа юридической помощи, основа сопровождения маломобильных групп населения. То есть это такой большой блок работы, который очень важно дать ребятам, которые будут участвовать в программе волонтерской деятельности. Третья составляющая – для того, чтобы четко координировать работу волонтеров, для того, чтобы выстроить понятную структуру работы в административных округах, какой это будет принцип работы, на базе Центра МОЗ «Волонтер» создать координационную группу, в которую войдут не только представители волонтерских организаций, но и специализированные службы города, при которой будут осуществлять помощь при переезде жителей из ветхого жилья, из пятиэтажек. Ну и, конечно, еще один блок, который очень важен и был обсужден на нашей площадке – это временная занятость при проведении программы «Реновация» на всех этапах. Это как раз на нити проходит. И, значит, привлечение студенческих строительных отрядов при реализации программы «Реновация». Эти четыре площадки сделали большую работу. Предложения, которые мы сейчас с вами услышали, будут внесены в проект «Резолюции». Ну а за это время была подготовлена нами вот такая бумага, которая, разумеется, войдет в проект «Резолюции» по сегодняшнему нашему совещанию. Итак, первое. Разработать дорожную карту сопровождения льготных категорий жителей в рамках «Реновации». Провести мониторинг потребностей жителей домов, подлежащих «Реновации» на предмет выявления нуждаемости в социальном сопровождении. Дальше. Разработать индивидуальные планы социального сопровождения льготных категорий граждан, проживающих в домах, подлежащих «Реновации». Обеспечить, и вы говорили об этом, психологическую поддержку на всех этапах участия в «Реновации». Оказать помощь при переезде, содействовать адаптации в новой социальной среде. Рекомендовать Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы оказывать адресную помощь инвалидам с целью оснащения дополнительным оборудованием для обеспечения доступности их жилых помещений. Привлекать общественные объединения для проведения общественного контроля в жилых домах и на прилегающих территориях на предмет обеспечения доступности для маломобильных групп граждан. Далее. При проектировании строительства жилого фонда предусматривать на первых этажах нежилые помещения для организации офиса врачей общей практики, создание инфраструктуры для формирования ЗОЖ, работы социально ориентированных некоммерческих организаций и культурно-досуговой работы семьями, детьми и пожилыми жителями города. И еще позиция. Департаментом труда и социальной защиты населения, образования, здравоохранения города Москвы совместно с ГБУ Мосволонтер подготовить команды из числа специалистов, подведомственных организаций и волонтеров для реализации дорожной карты. Вот эта резолюция будет передана правительству города. Дорогие друзья, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы все вместе выработать нам общую позицию по этой потрясающей, сильной, мощной программе реновации. Вы отработали очень здорово. Для нас, вот для меня лично, каждый из вас, знаете, как голубь, вот голубь мира. Вы работали, мы работали. Вы видите, какой колоссальный труд проводит московское правительство и Москва для того, чтобы улучшить жизнь каждого из присутствующих здесь. Да? Каждого. Поэтому расскажите своим друзьям, родственникам о том, какая идет колоссальная, невероятная работа для того, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Редактор субтитров А.Семкин